здравствуйте друзья доброе утро вторник завтра ожидается начало серьезного такого шторма в северной калифорнии в каких-то там местах и в связи с этим такой шмон происходит по части водохранилища которые подозревают в том что может причинить там какие-то хлопоты давайте значит я собственно не не себя вас на эту тему говорит но поскольку у нас письма я получаю это расскажите расскажите там что ж такое там как-то стихийные бескли я думаю ну раз такое дело надо пойти почитать вы что происходит как-то это довольно далеко от нас то есть вот здесь город сакраменто вот а еще там на север от сакраменто там есть вот это водохранилище резервуар такой там у него глубина что-нибудь 300 метров там 907 футов что-то такое и впервые в истории воды стало столько что она пошла в такой специальный есть отлив ну слив нет я не как назвать это место вот когда переполняется вот туда уходит избыточная вода и вот этот значит слив отлив никогда не пользовались то смысле что никогда не не было столько воды в этом резервуаре соответственно когда стали смотреть пристально на всю эту историю оказалось что вот этот слив он как бы не соответствует уже столько лет там как-то он разрушаться что ли стал во всяком случае возникла паника такая потому что если сейчас вот дожди которые начнутся завтра буквально в среду если будет там совсем много воды то тогда может получиться что там значит рванет вода там местную речку а эта речка протекает прямо через даунтаун города уровилл и в общем там непонятно чего там затопит или как и в общем власти с одной стороны они там копают что я не знаю там что именно копают но смысл смысл в том чтобы укрепить вот это вот русло по которому должна идти вода избыточная так я тут за дорогой слежу тоже значит с одной стороны это русло укрепить с другой стороны они там какие-то меры предпринимают чтобы понизить количество воды уровень воды в резервуаре и вроде бы тут за последние там несколько дней удалось скинуть что-нибудь там писали про 90 футов там ну грубо 30 метров скинуть так что неплохо вот но поскольку никто не знает что там принесет вот этот вот горе ураган там шторм или чё там будет вот то на всякий случай эвакуировали там где-то около 200 тысяч человек точнее их них не эвакуировали там но им им сказали что надо бы эвакуироваться то есть скажем так то есть камах команда была такая что ребята значит сваливаем вот и но посмотрим чего будет то есть может может ничего не будет я не знаю насколько их работы которые они сейчас проводят в состоянии что-то дать потому что времени у них мало работают круглосуточно давайте развернусь немножко вот работают они там круглосуточно что удастся сделать я не знаю то есть если бы у них было там не знаю пару месяцев понятно что как-то бы лучше получилось но вот чем получится то есть мы не знаем как сработает это сооружение мы не знаем сколько будет воды и нужно ли будет этому сооружению там реально задействоваться вот научим какая-то такая история когда нет дождей плохо когда много дождей соответственно тоже плохо вот как бы любой экстрим он не на пользу такая вот такая история я не знаю что сообщают там средствах массовой информации там странах бывшего ссср вообще надо сказать что средства массовой информации как бы заточены под то чтобы вызывать там какой-то страх и чтобы люди читали там лихорадочно то есть им трафик нужен читатель нужен зритель нужен поэтому они так как бы может быть преувеличивать немножко но но я не знаю как бы в американских средствах массовой информации никакого такого ну не знаю серьезного шума нет вот нет шумихи такой же все все побросали и следят за этим вот водохранилищем с другой стороны как бы ну пишут дату играет вот есть там что это самое большое там водохранилище чуть ли не в сша я как бы не знаю ну видимо не не вряд ли по количеству воды ну или сам а самая высокая дамба там до самая высокая дамба там еще что-то пишут и никогда даже я я даже не знал что есть такое водохранилище там поди знает правда вот пока чё-нибудь не случится так даже не знаю что ну там есть а кто из нас друзья знал что существует город воровал там на север от сакраменто тут и сакраменто не каждый знает что есть такое а тут еще воровал а вот тем не менее 200 тысяч народу значит на всякий случай там эвакуируется я думаю что тут еще важно может быть так принимать во внимание когда вы на такие новости смотрите важно принимать во внимание что власти местные они гораздо больше склонны перестраховаться случись на на случай случай с чего до чем сказать а ладно посмотрим там чего раньше времени суетиться то есть они как раз больше гораздо большей степени перестраховщики поэтому когда ты смотришь со стороны как бы из другой культуры да как бы где уровень перестраховки не такой высокий то может показаться что там уже прямо какие-то такие события которые вот на той местности где люди живут они значит вот столько столько шума соответствовало бы гораздо более высокому уровню ну как бы осложнений да вот ну ну посмотрим значит пока пока что к вторник правда это такой мама смотрите как укатилась камера сейчас я поправлю да хороший вот значит пока у нас только вторник поэтому пока среда не наступит пока вода так сказать не прольется уровень водохранилищ не поднимется и так далее кто знает правда вот так что поэтому правильнее конечно отъехать куда-то там такие кемпграунды задействуются и туда народ значит там во времянки там всякие переселяется если кому некуда деваться там к родственникам или еще что-то там на месте создаются такие возможности такая вот история счастлива